3 апреля в Санкт-Петербурге завершился медиафорум, собравший журналистов со всей страны. Большинство участников – авторы острых статей и репортажей на самые злободневные темы – от ЖКХ до проблем экологии, которые сумели сдвинуть ситуацию с мертвой точки, решив проблемы в своих городах. Они и стали лауреатами конкурса «Правда и справедливость», который организовал Общероссийский народный фронт. В число победителей вошла наша телекомпания и корреспондент службы новостей Алена Куколева. За освещение проблем, возникших в Рязани в результате взрыва жилого дома в первом осеннем переулке осенью прошлого года. Представители ОНФ провели оценку выпущенного в эфир материала и, подведя итоги, отметили, что сюжеты нашей телекомпании принесли пользу пострадавшим от взрыва людям. Что касается прошедшего в Санкт-Петербурге форума, стоит сказать, что в ходе насыщенной программы работали площадки для обсуждения представителями СМИ и властью проблем современной журналистики. Мы связались с нашим корреспондентом, чтобы подробнее узнать, что представители СМИ возьмут на вооружение в своих регионах. Региональные журналисты и наши сюжеты становятся гораздо ближе к конкретным проблемам, чем многие федеральные СМИ. Об этом сказал и Сергей Иванов, это специальный представитель президента по делам экологии и транспорту. Он также вчера посетил форум и отвечал на вопросы журналистов. Как мы знаем, год экологии, проблемы свалок, мусора, вырубки и пожаров лесов, обмеление рек актуальны как никогда и в каждом из регионов есть глобальные проблемы. На самом деле не только проблемы, трудности здесь вчера обсуждали. Одну из тематических площадок я для себя выбрала, это праздники России. И мы с режиссером Тимуром Бекманбетовым пробовали придать новые формы и вспомнить те ушедшие смыслы, которые присущи Дню космонавтики. Работа получилась настолько продуктивной, что мы решили в самом деле пробовать ввести новую форму праздника 12 апреля. Тимур на режиссер на своем уровне, журналисты в своих регионах на своем. Все впечатления от форума и пребывания здесь омрачились в сегодняшней трагедии, взрывом в метро. На данный момент уже известно, что есть погибшие. Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге произошел теракт, это не помешало работе медиафорума. Как раз в это время перед собравшимися журналистами выступал президент страны Владимир Путин. Среди тем, которые он затронул, прозвучала проблема ремонта автодорог. Владимир Путин подчеркнул важность освещения в СМИ этого вопроса. Еще одна российская беда – обманутые дольщики. По всей стране журналисты на протяжении последних лет стараются повлиять на ситуацию. И, конечно, не зря Владимир Путин выразил свое мнение по этому вопросу. В 14 регионах недостроены дома были, и люди остались и без денег, и без жилья. В 14 регионах. За прошлый год в 10 уже построены. Но объемы незавершенного строительства в оставшихся регионах достаточно большие. Часть должна быть закончена в этом году, и все должно быть исполнено в 2018. Контроль мы соответствующим образом здесь обеспечим. Каждый участник форума по его завершению получил для своего региона большой опыт. И 3 апреля журналисты начали разъезжаться по домам, чтобы применить его в деле. Однако террористические атаки в Санкт-Петербурге заставили некоторых людей задержаться в северной столице. В городе были перекрыты все станции метро, парализовано движение транспорта. Работа спецслужб по всей стране в связи с произошедшим терактом усилена для обеспечения безопасности жизни граждан.